всех приветствую на своем канале сегодня у меня интервью с моей подругой мою подругу зовут наташа и она несколько лет назад переехала в израиль сейчас она с нами поделится своими впечатлениями как это было что ей нравится и что не нравится в жизни в израиле начинаем с первым вопросом расскажи пожалуйста немножко о себе чем ты занимаешься всем привет меня зовут наташа как уже сказала даша мы подруги очень давно и еще со школы вот после школы я поступила в университет закончила университет встретила мужа и переехала в израиль когда я переехала в израиль встал вопрос чем я заниматься поскольку моя учеба скажем так предполагала знание языка и так сразу выучить новый язык в израиле это ибрид было очень сложно поэтому я решила что нужно думать о какой-то другой профессии и подумала подумала и как бы вроде обдела девочкам в университете брови и как-то так красота все это очень близко к моей жизни ко мне и решила заниматься бровями отучилась отучилась я в россии все обучения проходила поскольку например в израиле уровень сферы красоты очень низкий и немножко запаздывает она от двух до пяти лет по сравнению с тем что в странах снг в россии украине и белоруссии вот я занимаюсь программе отлично супер расскажи пожалуйста сколько лет назад ты переехала в израиль и в каком городе ты живешь переехала я уже шесть половина лет назад живу в городе хайфа отлично когда ты здесь пять лет отлично когда ты переехала сколько тебе было лет сейчас скажу 22 да понятно хорошо скажи пожалуйста до того как ты переехала в израиль была ли ты когда-нибудь там как турист и что ты знала вообще об этой стране по рассказам уже ну поскольку мой муж самого детства живет в израиле и очень долго были вместе до того как я переехала в израиль около шести лет и соответственно мне очень много рассказывал я приезжала мне кажется три раза в израиль один раз это была такая очень длительная поездка на две недели мы объездили всю страну я в принципе увидела разные регионы от севера до юга очень много всего мне поразило что здесь много разных зон как бы называется север и юг это действительно север потому что там зимой снег и катаются на лыжах и юг когда ты зимой можешь купаться в красном море ну то есть очень разнообразная и когда я посещала три раза какое у тебя было первое впечатление когда ты приземлилась в израиле как турист первый раз но израиль славится своими допросами в аэропорту поэтому соответственно меня это тоже не обошло и особенно когда они узнают что у тебя есть какие-то взаимоотношения с кем-то из израиля для них это становится еще более интересной и животребляющей темой поэтому мне задавали очень много вопросов в принципе много вопросов за всем кто въезжает в израиль вот ну мне соответственно тоже там вопросы могут быть совершенно разные и не то что ты ожидаешь услышать то есть для того чтобы приехать в израиль насколько я знаю виза для россиян не нужна нет не нужна а сколько можно находиться без визы получается в израиль 3 месяца понятно хорошо расскажи пожалуйста вот когда ты столкнулась впервые с людьми которые живут в израиле да что ты заметила необычного в их возможной менталитете и чем они отличаются от россиян примеру ну это очень-очень большой глобальный вопрос поскольку отличий много и но есть так и сходство мне кажется что если глобально так говорить что люди здесь гораздо более счастливые во первых наличие солнца позволяет людям быть более радостными в целом улыбаться и наслаждаться жизнью что меня очень сильно удивило когда ты приходишь какие-то государственные службы в налоговую или что-то на выходе оттуда ты уходишь счастливый ты улыбаешься потому что люди с тобой нормально обращаются и в целом как бы они очень сильно хотят тебе помочь и мне кажется даже такое существует выражение в израиле что как бы люди причиняют тебе добро потому что люди пытаются тебе помочь даже когда ты мог этого не попросить это моя кошка мини так это наверное такое самое главное люди действительно пытаются помочь тебе совсем и везде если ты стоишь на остановке не можешь оплатить проезд те кто-то обязательно подойдет даже если ты не спрашивал и подскажут а большое влияние конечно оказывают русскоговорящие люди которые приезжают в израиль и репатриируются последний год соответственно эта волна просто превысила все нормы и министерство внутренних дел местное не справляется с загруженностью всех принять всех распределить в израиле есть такая тоже штука мне очень нравится когда люди репатриируются им предоставляется очень очень много льгот поэтому если вы имеете израильские корни проверьте вдруг вы тоже захотите приехать переехать в израиль дает корзина пособия на полгода иврит то есть курсы иврита полноценные можно пойти обучить иврит очень помогают люди очень помогающие такие и мне кажется тоже очень много работают в принципе но еще и зависит от расположения людей скажем люди в центре в тель-авиве немножко другие люди на север немножко другие на юге тоже отличаются хорошо поняла расскажи пожалуйста если русскоговорящий человек приедет допустим в израиль вот репатриируется походит на курсы допустим иврита через сколько примерно времени если он будет активно изучать иврит он сможет нормально изъясняться на иврите ты вот насколько я знаю ты изучаешь иврит и изучаешь его достаточно давно сколько тебе понадобилось времени чтобы нормально изъясняться с людьми и заговорить мне кажется что конкретно в моем случае это взяло немножко больше времени поскольку у меня муж занимался какими-то там делами касательно общения с другими людьми там не знаю аренды квартиры подписание договоров и еще какое-либо общение но люди которые приезжают самостоятельно они где-то ну в принципе там через полгода после курса да там пять месяцев идет курс то в принципе можно спокойно говорить какие-то обычные там сходить в магазин или что-то что-то узнать что-то договориться где-то в банк и так далее ну и в начале как всегда израиль помогает и поэтому есть специальные кураторы которые тоже могут тебя сопроводить в тот же самый банк или какой-то просто помощь на русском языке хорошо расскажи пожалуйста еще такой вопрос если человек приезжает только со знанием английского языка сможет ли он как бы ходить в магазины поймут ли его люди если он будет допустим на английском говорить каких-то бытовых вопросов не говоря о работе допустим не говоря работе практически все здесь знают английский язык поскольку он учится во первых со школы во вторых нету перевода фильмов на иврит то есть только субтитры поэтому когда уходите в кинотеатр соответственно например все фильмы на английском в оригинале мне кажется это тоже очень способствует поднятию уровня английского поэтому на английском спокойно можно будет поговорить но хочу отметить что поскольку в израиле очень много русскоговорящих и есть такие города которые более населены русскоговорящим населением масло масло ничего страшного то можно говорить и на русском скажем например я живу хайфе хайфа это город самым высоким населением русскоязычных то есть 25 процентов населения города это русскоязычные русскоговорящие и как бы вообще в районе где я живу можно спокойно выйти в магазин и говорить просто на русском все говорят на русском отлично а расскажи пожалуйста люди которые репатриируются какой у них статус у них внж пмж или сразу гражданство выдается после приезда ты осведомлена сразу гражданство сразу гражданство отлично нужно пройти консульскую проверку после консульской проверки как бы если все окей то получается сразу гражданство я знаю что ты получила гражданство не так давно наверное примерно год назад да через сколько лет если ты вот выходишь замуж тебя получается получить гражданство и какие допустим проверки или какие экзамены тебе пришлось дать для того чтобы ты получил гражданство в израиле все очень строго мне кажется в некоторых странах это прям как бы легко возможно но в израиле прям действительно строго и я была очень сильно удивлена когда мы приехали на первую проверку и самая первая проверка вообще была как в американских фильмах это нужно было сидеть получается как бы был список вопросов которые которых из которые задали моему мужу и мой муж на них отвечал где-то около 20-30 минут это взяло потом эти же самые вопросы задавали мне по отдельности и у нас соответственно должны были совпасть ответ но были некоторые сложности мой муж перепутал даты нашего знакомства и так далее сказали ой девушка вы что-то напутали основное как бы получается данные берутся и считаются именно честными как бы правильными которые говорит он не мужчина а именно он потому что он израильтянин потому что говорю я как будто я могла что-то напридумать поэтому мне пришлось еще доказывать что да я права вот какого типа вопроса какого типа вопроса были вопросы на проверку того что вы живете вместе то есть например что вы ели вчера какое значимое событие было недавно куда вы вместе ходили и всякого такого рода ну то есть как бы те вещи которые могут подтвердить что вы да действительно живете вместе и у вас есть какой-то коннект какие-то общие события и так далее такую проверку но не в таком прям сильном ключе приходить надо каждый год каждый год тебе нужно приносить все счета и оплату там коммунальных платежей и так далее желательно чтобы на твое на мое имя приходила почта по тому же адресу где мы живем это тоже как бы как доказательство того что мы живем вместе нужно было приносить фотографии сделанные совместные за за целый год они очень удивляются если например ты едешь одна или он уезжает один то есть как бы такие вещи типа почему мы не вместе например поехали куда-то за границу нужно было еще тоже странная такая штучка письма от друзей то нужно было три письма от друзей что у вас совместные друзья которые должны написать в этом письме что они подтверждают что выйти по вместе и вот они вас знают как пару такое я не писала это письмо очень интересный вопрос потому что это не гражданка израиля а это нужно от граждан граждан израиля да да соответственно это мы делали каждый год на протяжении пяти лет потом мы купили квартиру где-то на третьем году совместного проживания здесь в израиле и я спрашиваю а как-то меняет ситуацию то что мы купили квартиру вместе она записана и на него и на меня и соответственно кредит мы платим вместе машка машканта это называется ипотека ипотека она говорит да конечно меняет ситуацию я такая тогда я могу быть быстрее получить гражданство она говорит не нет конечно то есть ну как бы да это как-то влияет нас не очень сильно спрашивали на этих собеседованиях например я знаю что у некоторых пар бывают действительно сложные собеседования там как-то все не так гладко идет у нас в принципе было стандартно раз в год в течение пяти лет и ты получаешь гражданство если все окей отлично слушай скажи пожалуйста вот я знаю что вы много путешествуете в разные страны получается израильский паспорт примерно во сколько стран открывает доступ и какие самые такие популярные направления куда ездят люди из израиля отдыхать израильсяне есть на каждой по всему миру очень любят ездить по всем странам мне кажется что каждый раз когда мы ехали даже в какое-то супер отдаленное место где казалось бы ну кто еще будет за соседним столиком сидят израильсяне то есть ты можешь встретиться абсолютно везде я думаю это обусловлено высоким уровнем жизни то есть люди себе могут позволить поехать куда-то за границу и даже и дорогие страны соответственно нету проблемы очень часто любят путешествовать там по две-три-четыре-пять недель где-то за границей такой как бы большой 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 отпуск делать пару раз в год обычно это на пасху на точнее на песах израильский религиозный праздник либо на роша шана роша шана это новый год израильский вот виза есть во все страны европы соответственно можно безвизовый везд в америку по облегченной программе тебе выдают визу на 10 лет но я очень жду если честно что будет безвизовый въезд в скором времени вроде как обещают было бы очень здорово но также есть страны которому которые как бы запрещают въезд израильтянам такие как не знаю саудовская аравия даже малайзия то есть на бали поехать не могут ехала первый год в израиль вспомни пожалуйста этот момент что было странного сложного о чем ты сожалела скучала какие были сомнения в этот момент и были ли они вообще сомнений никаких не было я конечно была готова что я переезжаю в другую страну и я была супер рада и все это проходило на позитивной волне когда я переехала я находилась таком немножко стрессе после москвы то есть у меня была диссертация работа завершение каких-то вообще в целом дел и плюс сама москва очень такой стрессовый город поэтому я приехала в израиль это был август я сразу поняла что надо отдыхать и просто устроила себе большой отпуск и ничего не делала мы просто ходили каждый день на море гуляли илья уже начал работу но работа была такая как бы не то что в пол силы она была это называется старш то есть это немножко как бы меньше уровень ответственности соответственно чуть больше свободы вот да тоже скажу что мой муж работает врачом поэтому это тоже очень накладывать много нюансов к деятельности такие как дежурство например ночные смены и так далее вот поэтому как бы когда я приехал в израиль особо проблем для не было я приехала уже в готовое место с готовыми не знаю условиями для жизни и никаких сильных потребностей не было но я знаю что когда приезжают репатриаты это очень сложно потому что никого нет никто тебе не может помочь как бы такое ощущение да хотя последнее время есть очень много организации я каждый раз там не знаю куда ко мне приходят новые клиентки сейчас очень много новых клиентов репатриантов приходит я рекомендую обратиться там в определенной организации шашабата с рейли и так далее которые устраивают очень очень много русскоязычных мероприятий для для всех как бы на разные тематики по разным праздникам есть выездные семинары то есть все это очень интересно и дает тебе возможность познакомиться с большим кругом людей и завести уже какие-то связи плюс помогают с работы и так далее то есть адаптация проходит достаточно легко по сравнению с тем если ты бы переезжал в какую-то другую страну ну это из-за того что очень много русскоязычных людей они тебе пытаются всегда помочь и поддержать контакт правильно да да но как бы есть и другие там есть скажем с южной америки там тоже есть свои мероприятия есть американцы которые переезжают для них тоже есть какие-то свои просто это все наверное мне меньше знакомо поскольку я на русском языке находимся расскажи пожалуйста как конкретно ты находила тебе новый круг общения подруг каких-то друзей это было все с помощью твоего мужа или с помощью твоей работы вот у тебя сейчас насколько я знаю есть несколько подруг с которыми ты плотно общаешься где-то с ним познакомилась первая моя подруга это была моей клиенткой она ко мне часто приходила и мы как-то были на одной волне и я ее пару раз приглашала на сентап она меня куда-то приглашала и так мы куда-то выходили пару раз а потом случайно переехали в один район с разницей в месяц и как-то вообще так все жизнь заиграла красками и мы стали общаться очень близко и тесно со второй подругой хорошей я познакомилась когда пошла как раз таки уже на дополнительные курсы разговорного эврита ну мы просто приходили общались как бы с кем чуть больше с кем-то чуть меньше и она тоже живет в нашем районе поэтому это очень удобно что мы все живем в одном районе вот и общаемся как бы я не могу сказать что мне очень сильно тоже хочется как бы сильно много там заводить друзей но я езжу часто на выездные семинары с той же организацией например очень здорово это много разных людей если хочется отвлечься или как-то провести выходные другой компании скажем очень классно отлично я рада тебя что ты не одинокая у тебя есть друзья надеюсь что здесь тоже заведу себе друзей ближайшее время но хотя кстати у меня уже есть несколько знакомых и мои бывшие коллеги сюда переехали и надо мной прям живет тоже пара из москвы я прям удивилась если честно в моем же апартамент комплекте так расскажи пожалуйста сейчас насчет своей работы ты сказал что работаешь мастером по бровям как это можно организовать в израиле нужно ли обучаться подтверждать какие-то сертификаты или то что ты обучилась в россии этого достаточно как открыть свою практику если ты не хочешь работать на кого-то каком-то салоне красоты ну как я уже и сказала что в израиле достаточно все это быстро делается и отношения людей очень приятные поэтому ты просто приходишь в налоговую она там из двух частей состоит скажем так массах носа и мам приходишь массах носу говоришь что я хочу открыть быть индивидуальным предпринимателем они такие кем вы хотите быть такая я хочу делать брови антики окей у вас есть что подтверждающее что вы что-то делали ты приносишь на английском написанное какой-нибудь сертификат антики окей все вы даете бумажку и ты официально индивидуальный предприниматель дальше ты идешь мам регистрируешься там для чего это делается например для маленьких бизнесов которые зарабатывают до 100 9000 шейкелей в год сниженная ставка налогообложения 2 процента в общем клюм ничего ничего и а если больше зарабатываешь соответственно ты уже платишь мам это налог мдс 17 процентов вот и потом нужно зайти еще в страховую компанию и там тоже как бы открыть счет все на этом это делается в течение полутора часов может быть чуть меньше ты индивидуальный предприниматель и можешь спокойно работать нужно будет подавать годовой отчетность раз в год соответственно и на этом все работаю я в своем кабинете из дома то есть я обустроила прям чисто комнату под кабинет это достаточно распространенная практика в израиле работать на дому вот и многие предпочитают русскоговорящих имена даже израильтянки сами предпочитают русскоговорящих мастеров потому что они больше разбираются в красоте да если честно здесь тоже очень ценятся русские мастера и ноготочки и реснички и брови и так далее все пытаются найти людей из россии или из беларуси или там или странно не странно из бывших в ссср так скажи пожалуйста еще где ты находишь своих клиентов у тебя есть какой-то там инстаграм насколько я знаю что ты там находишь клиентов большинство или это больше сарафан и радио что тебе узнают люди через твоих постоянных клиентов но здесь очень популярен фейсбук раньше когда только начинала я делала очень много объявлений в фейсбуке и люди приходили благодаря им есть такие группы объявлений я делал объявления как бы там соответственно посты люди приходили оттуда сейчас я уже больше по сарафанному радио в принципе я не делаю никакую рекламу я также сделала геолокацию на google картах люди иногда в поиске гугла или google картах просто ищут и видят что это находится рядом с ними и тоже им удобно и они как бы сразу мне пишут плюс у меня есть как бы сайт для записи онлайн и для израильтян это вообще как новинка что такое есть они они очень сильно удивляются что такое существует и они соответственно как бы им прикольно что такое есть и записываются самостоятельно вот ну и инстаграм да это конечно запись самостоятельно это очень удобно потому что чтобы 100 человек тебе не писали в инстаграм пожалуйста запишите меня да это немножко проблематично расскажи пожалуйста по ценам насколько я знаю ты мне уже говорила в наших встречах что в израиле цены на все очень дорогие сколько примерно стоит допустим аренда однокомнатной квартиры и сколько примерно ну в целом там не знаю стоит еда проезд вкратце такой вот можешь обзор дать на эту тему однокомнатных однокомнатных квартир здесь нет практически то есть это значит что либо это ты будешь снимать одну комнату допустим в трехкомнатной квартире так обычно делать в тель-авиве разделяют квартиру между несколькими людьми скажем в хайфе это город поменьше и соответственно чуть-чуть подешевле хотя он тоже обогнал по моему лондон и париж по дороговизне жизни так что живем в дорогом городе здесь все очень дорого но квартира я могу сказать просто на примере наверно трехкомнатных квартир если это не новая квартира а такая как бы такая не прям бабушкин ремонт ну такая уже это будет это наверно 3 200 3 ты 3300 шекелей а ты можешь на рубли пожалуйста перевести или на доллар сейчас секундочку это где-то около 900 долларов трехкомнатная квартира не включая соответственно конечно платежи в тель-авиве это все конечно гораздо дороже и в тель-авиве снимать комнату стоит там ну две тысячи долларов сейчас между я посчитаю тель-авиве снимать там комнату будет стоить полторы тысячи долларов а квартира соответственно там вообще это очень дорого если если не считать съем квартиру комнаты вот самая маленькая квартира ты говоришь не бывает однокомнатных самая маленькая квартира получается отдельно это как как она называется ну в старых домах может быть двухкомнатная есть я не знаю но в целом в основном в израиле от трех комнат квартиры новые дома строят только от трех комнат три четыре пять шесть семь восемь такие вот отлично поняла не бывает однокомнат почему теперь скажи пожалуйста сколько нужно зарабатывать людям чтобы хорошо жить в среднем ну допустим вот на семью человек очень все разница как бы от города я если могу сказать только про хайфу но по статистике средний уровень зарплаты здесь 12 тысяч шекелей в месяц это 3200 долларов это на одного человека средний зарплат это на одного человека средняя зарплата минимальная зарплата где-то 5400 это 1000 1500 это минимальная зарплата стране ну вот допустим если человек пример работает официантом или продавцом в обычном продуктовом магазине в час ты примерно ориентирующих ориентируешься какая у него может быть зарплата в час или в месяц но в среднем минимально минимальная зарплата ну вот такие как продавец или официант они официанты вообще живут только с чаевых допустим продавец магазине или такие вот работы базовые которые не требуют образования это 32 шекеля это восемь восемь с половиной долларов 8 с половиной долларов в час хорошо а какие налоги большие налоги с этой минимальной зарплаты примерно сколько у вас налог в процентах идет он он подоходный то есть в зависимости от твоего дохода соответственно самая богатая часть населения это где-то 50 процентов платит налогов после своей зарплаты самые бедные по моему ну как самый низкий доход да это не знаю может 14 но опять таки там есть отчисление не просто в налоговую да например если ты работаешь наемный сотрудник то у тебя есть отчисление и на твою пенсию и на твое страхование и на твое там есть несколько несколько фондов пенсии то есть есть под гемель это такие как инвестиционные накопления и еще пенсионные накопления вот то есть это все тоже туда уходит не просто налог канила хорошо значит в общем если два допустим два человека имеют минимальную зарплату у вас в хайфе могут ли они нормально жить и не будут ли они за чертой бедности находиться допустим если нужно арендовать квартиру и покупать продукты не знаю наверное каждый живет по своему в принципе я думаю что можно выжить выжить но это все равно не тот уровень достатка когда ты можешь путешествовать это будет маловато потому что очень ну допустим пойти куда-то в ресторан это очень дорого это очень дорого вот мы вчера ходили в ресторан заплатили особо ничего такого не поехали заплатили 50 долларов без без чаевых еще здесь тоже примерно такие цены на ресторан примерно 50 70 долларов тоже все просто мы ничего такого не поели то есть там ну как бы если бы мы прям поели это тоже вообще конечно какие-то можешь выделить три плюса жизни в израиле и какие-то можешь выделить три минуса жизни в израиле допустим по сравнению с жизнью в россии так три плюса плюс очень много солнца классная погода наверное второй плюс это как бы люди умеют наслаждаться жизнью и ты тоже можешь заразиться этим и как бы начать наслаждаться жизнью просто взять там пойти на море спокойненько погулять никуда не торопясь и какое-то вот это не торопливое состояние она тебя немножко умиротворяет и делает твою жизнь более наполненной они просто побеги за зачем-то за каким-то результатом третий плюс жизни в израиле что ты можешь без визы путешествовать в европу и практически куда угодно минусы здесь очень большое смешение культур как арабы так и марокканцы эфиопы какие-то йеменцы русскоговорящие да все это вместе смешивается с южной америки у всех разная культура все с разным бэкграундом приезжают в израиль и все это вместе такого как бы колорит я думаю что в этом есть и плюс и минус соответствующий так второй минус здесь может быть не так чисто из-за этого то есть например в какой-то культуре да не принято выкидывать мусор за собой так они выкидывают его на пол и также оставляют третье ну даже не знаю мне просто очень сильно нравится в израиле как бы мне мне прям здесь очень комфортно и мне кажется мне сложно минусы искать я скорее я скорее плюсы не еще ну хорошо значит два минуса хорошо это подходит нам скажи пожалуйста скучаешь ли ты по россии и хотела ли бы ты вернуться обратно и я скучаю по своим родным но они у меня на следующей неделе приезжают поэтому я очень рада соответственно скучаю по родным и знакомым кто остались но честно говоря очень много моих знакомых тоже переехали за границу и принципе периодически можно встретиться наверное за границу уже какие советы ты можешь дать людям которые только собираются переехать в израиль если какие-то лайфхаки от тебя лично что нужно подготовить перед переездом и как хорошо настроиться на переезд чтобы адаптация прошла комфортно кажется перед переездом в израиль нужно просто расслабиться вот не заморачиваться не переживать чуть-чуть вот дать как бы на иврите есть такое выражение типа зурэм это плыть по течению вот так отпустить немножко вложи и дать ситуации тебя куда-то занести обычно все начинает сразу очень сильно получаться в израиль потому что израиль как будто такое он течет по течению поэтому мне кажется что просто расслабиться все будет классно из таких прям советов ну язык это очень важно очень важно несмотря на то что здесь много русскоговорящих и так далее если говорить про продвижение по карьерной лестнице и вообще каких-то успехах самой стране то конечно нужен язык обязательно например сейчас вот даже мне в работе моё знание языка очень сильно помогает поскольку ко мне приходят и израильтяне и я знаю очень много разных людей из разных сфер например мой муж устраивался на работу а я знала эту женщину уже которая была моей клиенткой и так сразу отношения более теплые и это очень важно как бы не знаю вообще целом со всеми людьми быть позитивными хорошо наташ спасибо большое что ты уделила время наше интервью подходит концу было очень приятно с тобой поговорить и я думаю что всем людям было приятно послушать твой рассказ о израиле и до новых встреч тогда мы отключаемся на сегодня спасибо что пригласил все я была очень рада поговорить спасибо